Всем доброго дня. Сегодня мы вместе с вами будем вспоминать и делать квадратное донышко или прямоугольное донышко на таком шаблончике. Почему вспоминать? Потому что, если честно сказать, мы давно не делали прямоугольные донышки в таком, почему-то не попадалось. Покажи, Владик, одну палочку и девять дырочек. Две палочки и девять дырочек. Будем делать с помощью такого шаблона. Две дощечки мы нашли, здесь 11 дырочек. С помощью двух брусочков с шурупами свернуты. Это, по-моему, мы делали винные карты и для них был такой размер. Это прямоугольная книжечка. Сегодня покажем, как мы примерно плетем квадратное донышко и посмотрим, как это делается. Будем вспоминать вместе с вами, потому что, честно скажу, давно-давно не делали, так что будем вместе это делать. Ну, вот мы добрали стойки и по одной у нас есть дырочки. Здесь у нас, по-моему, нечетное количество. Да, 11, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 восемь... Да, 11 стойк. Вот. Палочки, дырочки... Соответственно, отверстия под них. Делайте отверстия, наверное, чуть больше, чем стойки, чтобы они у вас не так сильно сопротивлялись. Ну, и вставляем как бы по одной и будем делать основу. Отбираем их ближе к краю ставим более толстые стойки. Там может быть откручиваться пруд. Да, да, да. Все много легче. Да, по краям. А, ой, треснул пальчик. А в центр более потоньше пруд. Вставляем так. По стойке... По порядочку, да. Стойки у нас будут двойными, но на этой позиции пока начинается с одиночных стойка. Да, сначала одиночные, потом мы здесь будем плести веревочку в четыре пруда. Вот этот самый новый элемент. Это для того делается, чтобы дуночка не повело. Потому что там рисунок получается и с изнанки, и с лица одинаковый. Почти одинаковый. Ну, почти, да. Ну, вот мы вставили стойки. Стойки. Здесь можно подрезать немножко, чтобы они вам не мешали. И будем плести веревочку четыре прута. Вот. Плетем веревочку четыре прута. Будем вместе с вами вспоминать, потому что я уже давно не делал этого. Меряем. Мы здесь будем проходить раз, два и по полпути, да, и будем делать замену. Поэтому меряем прут. Да, да. Померили здесь. Теперь вот так. Плюс обкрутки. Ну, где-то вот так мы обрезаем. Ну, начинаем плести с тонких концов, потому что у нас будет переход и первый ряд будет, если с толстого начать, будет скачок такой по высоте. Поэтому начинаем с тонкого прута. Закладываем вот обычно здесь, немножко угодя вот сюда, чтобы они не выпадали, пока вы сейчас будете плести. Ну, вот. И плетем обычно. Как бы два, как веревочка в три плелась, два сверху, два спереди, один снизу, а здесь два спереди и две стойки снизу проходят. То есть вот таким здесь прижимаем, проводим вот таким. Этот одинаковый рисунок с обеих сторон позволит доночку не коробиться в готовом виде. Да, 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 да. Честно говоря, у меня руки тратят. От волнения. Сейчас, сейчас подойдем к переходу, сейчас будем вспоминать еще раз. Мы вроде сейчас попытались потренироваться. О, видите, уже ошибся. Уже это называется веревочка из трех, делать свое дело. Автоматика работает. Да, автоматика работает. Ну, этот правильно, что перед этим было. Так, назад немножко. Ну, что мы справимся. Два-два, все точно. А, там мы прошли тут... Три сверху прошло это. Так, погорячился. Ну, ничего, это нормально. Главное вовремя заметить. Да, нужно быть внимательным. Да, 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 да. Опять же, следим две впереди, две сзади. Чтобы не ошибаться. Потому что ошибиться очень легко. Стойки еще гуляют, они еще не закрепляются. Потом будем их выравнивать. Да, да, смотрели в одну сторону. Здесь подходим, когда у нас прутик, какой-то прутик из этих четырех, ляжет вот на последнюю стойку сверху. Вот они, видите, подошли. Четыре прутика легком. Ну, первое, как бы он прошел одну стойку, вторую. Да, и вот за две, Лех, вывели его первый. Второй тоже проходит вот две стоечки. И вот тоже он сразу, получается, выходит. Вот. У нас, получается, два прутика так, два так. Теперь берем третий прутик. Он у нас, просто заводим его пока за это. Четвертый прутик меняем со вторым. И он проходит, как бы, две стойки. Снизу две стойки. Выходит и сразу же ныряет. Да, и проходит внизу две стойки. И выходит вот за самым первым прутиком. А этот пруд, как бы, смотрите, видите, здесь, получается, он вроде ниже, просто он становится на его место. То есть, здесь он прошел у нас, проходит сверху две стойки. Снизу две стойки. И выходит. И получилось, четыре пруда подряды с твой поселка. И получается, тормозов уже получился переход. И сразу же получается, вот такая сейчас цепочка. И здесь мы уже продолжаем опять плести. То есть, два сверху. Здесь опять в обратную сторону. Немножко неудобно, но привыкненький. И продолжаем плести. И здесь, видите, у нас получается такая, то есть, так не видно, а то вот так и видно, что получается, вот такая цепочка. Будем делать длинное видео, потому что здесь все-таки подробности очень важны и нам самим интересны. Сами уже без долгого опыта начинаем путаться. Вот опять мы подошли к переходу к этому. Вот опять 4 пруда у нас подошло. На каждой строчке 4 пруда. То есть первый у нас прошел уже 2 стойки снизу. Он заходит за одну стойку, выходит за второй и остается здесь. Второй пруд у нас тоже проходит 2 стойки и выходит сразу же за стойкой. Третий пруд заводим сюда и пока его не трогаем. Четвертый пруд меняется со вторым местами. Ну сверху его как бы ложится, да. И он проходит вот 2 стойки. 2 стойки. Да. И сразу же плетен им им же. Не-не-не. Не так что-то. Что-то пошло не так. Да. Так, да. Две стойки, две стойки. Проходит, да. А, все правильно. Да. И он получается обходит и ныряет сразу и выходит вот за вот этими двумя опротиками. И этот потом в конце получается как первый раз. Тоже раз. Две стойки сверху. Две стойки сверху. Две стойки снизу. И выходит. Да. И вот у нас в ряд, видите, лягло 4 прута. И несутся хранятся. Да. Вот эти кончики мы потом там подрежем, как-то сделаем. Не волнуйся за них. И тоже проплетаем. Сейчас мы пойдем сюда. Но сейчас мы будем делать замены. Ну, наверное, два стежка сделаем мы, да? Или... Наверное, нет. Наверное, вот здесь еще один стежок сделаем. И сознащим замену. Да. Где-то посредине собой. Замены делается примерно так. Вот. Теперь мы делаем переход. Здесь мы... Вот эти пруты, которые у нас... Вот они все вышли, да? Вот четыре у нас вышло. Дальше нам, видите, не хватает. Надо делать переход. Мы здесь их... Каждую возле своего... Возле своей стоечки вот так подрезаем. Так, чтобы срез лежал на стоечке. Да. Чтобы срез, вот видите, лежал на стоечке. То есть вот так. Вот так. Вот так. Пологий все есть такое. Да, да, да. Пологий. Вот. У нас получается вот четыре прутика подрезанные. Берем опять четыре прутика. Довольно длинные, но нам буквально хватило на... Два перехода, да? Чтобы у нас здесь мы начинали, по-моему, здесь будет закат. Ну, сейчас посмотрим. Вот. И замена как идет. То есть мы... Вот прутик, видите, выходит... Подрезанный. Подрезанный, да. Заостряем прутик. И подсовываем его под... Ну, получается, вот здесь как бы под стоечку. Как бы на место ставят. Прижимаем обрезочек. Срез накрываем. Срез накрываем, да. И идем, ну, как идем. Через две. Две сверху. Две сверху. Две снизу, да. Вот у нас вышел, да. Со следующим поступаем точно так же. То есть, вот он выходит. Вот его срез. Раз. Мы на его место как бы подставляем. Чуть-чуть. Прижимаем его. Проходим две сверху, две снизу. И вот у нас выходит. И так меняем, получается, каждый пруд. Переход получается очень незаметный. Все обрезки у нас прикрываются. Вот. И так же со следующим поступаем. То есть, раз. И вот они выходят. Как раз мы рассчитали, что замены выходят вот на последней стойке, да. Здесь можете там прижать, чтобы оно красиво смотрелось. И делаем переход, как мы и делали. То есть, вот он прошел две снизу прутик. Он здесь поворачивает за стойку. Здесь стойку старайтесь придерживать крайние стойки. Потому что их бывает затягивают. Так что здесь, прежде чем поворачивать, то есть напрягли. Вот у нас первый выходит у нас снизу две стойки. Второй проходит две стойки и выходит сразу. Прут. Третий прут. Две стойки. Вот он проходит две стойки. Меняется со вторым. Уходит вниз и оставляем. Он меняется со вторым. Не под него. Нет, третий. Третий под него. А, да, 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 да. Он точно, точно. Он меняется. Правильно же не говорит. То есть, он вот так вышел, да. Этот меняется. Да, да. С этим. Вот. Четвертый мы... Вот так они меняются. Выходит третий и ныряет. Проходят две стойки. Проходят две стойки, да. И теперь мы четвертым две стойки сверху, две стойки снизу. И вот они у нас опять вышли. Здесь важно, чтобы вот эти прутья... Ну, делали вот опять же... Сохраняли рисунок цепочки, да. И здесь мы будем уже заканчивать. То есть, мы сейчас опять пошли через две стойки. Внизу, вверху, сзади, две стойки впереди. Вот. И будем здесь заканчивать уже на этой стойке, потому что у нас, чтобы высота веревочки была здесь и здесь одинаковая. То есть, также проходим две стойки впереди и две стойки сзади. И опять выходим переход, да. Здесь будем делать переход и заправлять. То есть, опять же, прут проходит... Так, у нас одну стойку и должен выходить, только мы уже вот так вот... Под последний ряд плетения. Да, под последний ряд плетения. То есть, как бы, вроде как мы друг под себя его заправляем. Вот. Второй проходит две стойки сверху. И выходит... Служим под последний ряд. Вот. Здесь тоже... Здесь получается то же самое. То есть, вы проводите здесь его нормально. И этот, да. Но здесь опять вы вот первый выводите и выводите его тоже под последний ряд. Вот. Только уже с другой стороны. И... С этой стороны тоже. А, не, 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 не. Не так он делается. Он проходит... Да, сразу ныряет. Сначала, да, да, да. Сначала он ныряет буквально под себя. Вот под эти... Даже не так, наверное. Вот. Вот. Вот сюда. А, да, 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 да. Вот сюда он ныряет. Вот. И выводится тоже где-то здесь. Вот. Последний ряд. Где он тут выводится? Где-то здесь. Вот так. Ну и здесь последний прутик тоже выходит. И прячем его в плетении. Да. Самое главное – прятать в плетении. Может это сложно объяснить. И как бы ориентиром будет вот общий рисунок цепочки. Следите за тем, чтобы он не нарушился. Да. Мы выводим... Где-то закрепление сейчас. Что-то мне кажется, что мы что-то напутали. Но это же квадратная донышка. Квадратная донышка, которую мы давно не плели. Можно, кстати, подвески сделать и здесь, сверху, в аккуратности. Да. Можно, ну, для хорошей надежности лучше их несколько раз поплести. Это не помешает и нормально будет. Шилом. Это называется шилом надо помогать, а не пальцами раздвигаться. Кстати, лучше подрезать, да? Вот так вот. Раз, и всё. И дело сделано. Коварная квадратная донышка. Коварная! Коварная! И получается у вас вот такой рисунок цепочки, по идее должен получиться. Теперь мы сделаем такую же веревочку со второй стороны и будем... Перед этим ставим вторые стойки, чтобы они были двойные. А, кстати, да. Будем вставлять еще двойные стойки. Вот, решили мы себе сложнить задачу, мы будем вставлять здесь двойные стойки. Чтобы это было донышко так красивое. То есть шилом обязательно себе помогаете. Можете, конечно, этого не делать. Да, расстояние и так маленькое. Но мы это будем делать. С данными стойками меньше, грибнитость красиво выглядит. Ну и прочнее, само собой. Ну да, да, да. Ну и здесь как бы так подрезаете. Вот мы вставили двойные стойки. И будем плести. Мы решили все-таки, наверное, показать вторую веревочку. Еще раз показать, потому что все-таки, наверное, сложно. И для нас все-таки мы разобрались. И чтобы вы разобрались точно, как это было. Тоже, опять же, напоминаю. Меряем. То есть мы должны два с половиной. То есть пройти раз, два и половинку. То есть меряем раз. Правильно, для этого размера. Да, для этого размера. Ну смотрите, да. У себя. То есть половинка и чуть больше. Берите с запасом. То есть опять мы прутья. И начинаем так же, как и с той стороны. Только здесь уже стараемся вот эти двойные стойки, чтобы они были вот уже стояли плоско. Не выходили за прутик. То есть так же раз, раз. Вот. И так же проходим. Две стойки сверху. Здесь уже, видите, здесь можно помогать снизу. Да. Потому что расстояние между точками очень маленькое. Здесь пальцы не проладят. Пальцы не проладят. Поэтому нам надо пальчиками все это помогать. Все это внимательно делаем. Следим, чтобы стойки не перекручивались. Да, да, да. И как вы видите, вытаскивая его помогает. То есть не дергать, не рвать. А потихонечку все ему помогает. Потому что прутик он сам знает. То есть должен, по идее, легко идти. Вот вышли четыре прута. И мы, опять же, первым выводим. И за две стойки снизу вывели его. Второй мы за стойку и выводим его сразу же. Здесь теперь третий меняем со вторым. А четвертый не меняем, да. С первым. Ну вот. Здесь мы этот заправляем. Вот здесь меняем, видите, мы заправили. И чтобы этот был сверху, получается. А этот у нас уходит, опять же, через две стойки. Вот. Не, меняем его все-таки же. Меняем. Вот так. Он уходит, получается, за две стойки. И здесь он теперь, оп, получается, мы его, он вроде как сверху вышел сначала. А потом, когда мы перевели его, оп, эти два, получается, сверху. И тут же им, да, вывели. И проходим через одну стойку, потому что там внизу две прошел. И выводим вот сюда. Ну а этот, получается, смотрите, видите, он как верхний, а этот посрединке. То есть мы его заместили. Он проходит две сверху и две снизу. И опять вводим вот сюда. Ну и продолжаем с той стороны делаем такой же переход. Также продолжаем плести. Помогая пальцами все легко. Так. Выходим до крайней стойки. Снова делаем переход. И опять же, здесь опять, смотрите, чтобы шестоечки были ровненькими. Здесь не перетяннись, чтобы стойки не заполнили. То есть первая идет снизу за две, вторая сразу выходит после первой стойки, третья уходит вниз и меняется с этой стойкой сюда, и четвертая уходит вверх, тоже меняется. Тут же она возвращается через одну. И эта стойка тоже аккуратно сверху через две, снизу через две и выходит. Делаем еще один стежочек, подрезаем и делаем замены. Еще один стежочек, два сделаем, и здесь делаем замены, как в этой стороне, и заканчиваем уже эту веревочку. Ну вот, мы закончили веревочку. Вот смотрите, у нас тут такая цепочка получилась, интересная. Но опять же, вы можете не делать этого, вы можете пройти веревочкой из двух, простым плетением это плетение. Здесь я, конечно, показал, во-первых, веревочку в четыре прута, во-вторых, показали, наверное, самый сложный способ, да, но он и самый действенный и красивый. Если вы уже сделаете это, то вся остальная прогулка, все остальные способы покажутся вам легкой прогулкой. То есть, помучаться надо, как говорил товарищ Сухов, да, лучше уж помучаться. Лучше, конечно, помучаться, да, и тогда все будет у вас нормально. Теперь мы будем плести обычным плетением. Здесь можно плести, продолжать веревочкой в два прута, будет цепочка. Простым плетением, лентой, прутом. Да, лентой можно заполнить, прутом, ну, чем хотите, да. Мы здесь будем делать простым плетением, тоже будем выбирать толщину, ну, такую же, не совсем волоски. Вот, ну, так, начинаем тоже мы с тонкого прута пока, а потом будем все время переход делать, тонким заканчивать, толстым начинать. И здесь через одну стойку простым плетением плетением. Очень простым. Да. Я, потому что, что-то не так уже и просто. Да, потому же расстояние между стойками очень маленькое. Кстати, можно здесь вот так плести, да, а когда толстый конец, можно вот это все так заводить, то есть, плести. И аккуратненько штопать, да. Потому что тонким толстым концом все-таки не очень это делать удобно, поэтому делаем, как бы, восьмерочку и прутик, как бы, укладываем. Ну, здесь проходим, обводим, здесь толстый, пока не будем обводить. И приходим и делаем, как бы, замену. То есть, ну, раз. Двойные стойки еще дают, что прутик, ну, ложится легче. На стойке. И стойки не так гуляют. Да, прутик, конечно, толстый, что-то попался. До таких расстояний. Прям, прям, такие толстенькие. Значит, будет красиво и прочно. Да. Продолжаем таким образом заполнять все, прижимая, стойки выравнивая. Затем, чтобы крайние стойки не втягивало. Да. Стараемся, но, видимо, не будет втягивать. Но стараемся это контролировать. Насколько это возможно. Здесь мы уже будем делать обкрутку. То есть, мы раз завели, второй раз обкрутили. Опять же, выдается и. Вот теперь. Тонким рутом. Делаем замену. Замену делаем сейчас я на... Замены старайтесь делать при плетении не всегда посредине, а старайтесь распределять их по разным стойкам. На этих стойках тоже нежелательно, но при простом плетении можно. Старайтесь делать, чтобы на разных было стоя, чтобы не в одном месте переход, потому что донышко туда может просесть. И плетем заплетаем таким способом до конца. До конца, да. Здесь, конечно, в конце штопать приходится. Да, хрустящий, интересный, интересный. Ага, нет, здесь надо обкрутить. Ну, шаблону можно еще работать и работать. Вы можете сделать вот так, чтобы было поудобнее работать. Да, кстати, это не аксиома, это мы как-то, не знаю, вот так вот так вот. У нас вот, у нас так получилось. Скажешь, он идеально доработан. Нет, конечно, да. Ну, здесь мы, конечно, видим на показ расстояния маленькие, но они, я думаю, что в маленьких вещах все это более показательное, потому что, ну, когда расстояние между штуками большие, ну, вроде как, не так понятно, что удобнее и легче это все, но в маленьких вещах, мне кажется, это все закаляется, закаляется плетение, можно сказать. А вот. Ну, и так, заканчиваем марш. Так вот, наконец-то мы заканчиваем. Я вспомнил, как это непросто. Если честно признаться, я квадратные донышки люблю не очень. Поэтому... Потому что давно не делали. Может быть, все, что... Ну, вот так. Довольно оно меня немножко помотало. Ну, ничего. Здесь главное не бояться. Можно не делать такие маленькие промежутки. Ну, проще ленты заплетать. Да, проще вообще ленты запустить. Да, ну, в итоге у нас получилось вот такое донышко. Донышко, в которой есть две веревочки отделяются. То есть, она чуть-чуть выше. То есть, какой-то рисунок. То есть, и когда мы будем делать вещь, может, короб какой-то, у нас будет такой рисуночек. Ну, красивый, мне кажется. Вот. А вынимаем мы просто. То есть, переворачиваем, берем отвертку, откручиваем одну сторону. Глубоко. И вынимаем шаблон. Один вынимаем. Вот у нас получилось вот такое донышко. Здесь вот эти начала можно, там, если они где-то выскакивают, подзаправить. Ну, здесь будет плестись что-то. Да, что-то плестись, и это все у нас придавится. Делаем подрезку. Делаем подрезку. Ставим под груз. Да, ставим под груз. И наша донышко прямоугольное готова. Вот, мы закончили наше прямоугольное донышко. Подрезали его. Такая изнаночка получается. Видите, рисуночек тоже получается у него, как и с этой стороны. Оно ровненькое, оно, видите, не выгнуто никуда. Держится, то есть, за счет того, что мы плели веревочку в четыре прута. Так что мы с помощью вот такого нехитрого шаблончика сделали вот такое донышко. Здесь, как бы, ну вот, шаблоны есть вот такого плана. они... Под каждый конкретный ровнень. Здесь расстояние побольше. Есть и такие, видите, они такие рабочие, сделаны из досок, которые мы просто нашли какие-то мастерской, там, не знаю, из каких-то. Вот. А вот этот донышко, да, мы делали вот в шаблончике, когда мы делали вот такие видные карты. Вот, вот такого плана они вот так раскрываются. Ну, или там тоже делали вот такие книги-меню. для ресторанчиков делали. Вот такие. Здесь просто делалась кромка, в донышко вставляется, прокалывается, делалась разгар и получались вот такие замечательные книги. Вот так где-то это происходит. Так что, пробуйте делать донышки прямоугольные, квадратные. Вот. Если было интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки обязательно. оставляйте комментарии под видео. Вопросов, наверное, будет много. Постараемся нам всех ответить. Пока. Всего доброго. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...